Существует версия, что, найдя оазисы, немцы сразу же организовали там свои колонии. Но позже был найден подо льдом свод, где было довольно тепло. А пространство позволяло поставить здесь что-то вроде небольшого города. Немцы его называли Новый Берлин. Ни с воздуха, ни с земли этот город нельзя было увидеть. Об этом сообщается на одной из страниц доклада так называемой Андроповской папки «Проект Орион». А вы знали об этом? Это продолжение тех страниц о наследии предков, которые перед этим мы с вами сделали. Посмотрите их обязательно. Все они, конечно же, часть одной большой нашей с вами жизни. Только неизведанной. Научная организация «Ненербе» создана в 1935 году. Это листок из папки Андропова. По личному указанию Адольфа Гитлера, с 1938 года все научные исследования в Германии проводились под контролем научного отдела СС «Аненербе». Штат этой организации включал в себя выдающихся немецких ученых. В период 1937-1938 годы ученые из «Аненербе» осуществили ряд научно-исследовательских экспедиций в Гималайи и Тибет в поисках старинных артефактов, свидетельствующих о существовании внеземных цивилизаций, которые управляли ходом человеческой эволюции. Также «Аненербе» осуществлялся поиском так называемой «Шамбалы» – города богов. В этом направлении было задействовано около 7 тысяч человек – известные археологи, антропологи, биологи, генетики, историки. Как следует из материалов органов НКГБ СССР в 1938 году на основании полученных сведений экспедиции в Тибете в Трансгималаях германское правительство снарядило экспедицию для исследования подводного шельфа Антарктиды в районе земли королевы Монд по картам, которые немецкие исследователи получили в Тибете. В результате этих исследований специалисты «Аненербе» совместно с военно-морскими силами Германии проникли в полость земли, сокрытую подо льдами Антарктиды, где в период до 1944 года германским правительством были созданы военно-морские базы, построен город под названием Новый Берлин и основано государство под названием Новая Швабия, по сведениям, которыми располагали органы военной контрразведки СМЕРШ и другие подводные лодки в Новый Берлин. Дальше мы не видим, здесь замазаны строчки, а далее мы видим окончание предложения подводной лодки в Новый Берлин. Это подтверждается представленными материалами, собранными для доклада в 1945 году Народным комиссаром государственной безопасности СССР товарищем В.Н. Меркуловым, Верховному главнокомандующему ВС СССР И.В. Сталину. Приложение номер 1 11 июня 1945 года сотрудниками контрразведки СМЕРШ 70-го стрелкового корпуса в здании штаба БМФ Германии были обнаружены карты прохождения морских глубин с грифом «Только для капитанов подводных лодок А-класса». Зондер конвоя Фюрера в количестве 38 штук, как следовало из перевода текста к инструкции. На карте речь шла о прохождении подводных коридоров для входа в так называемую Агарту, сокрытую подо льдами Антарктиды. Приложение номер 2 Выходит, что советская разведка знала об этом. Сохранилась и специальная карта для прохождения этого маршрута и описания к ней. И вот, казалось бы, карта есть, осталось только нырнуть, но не получается. Есть версия, что немцы могли сделать несколько таких карт, в том числе и ложных, чтобы окончательно запутать следы. Скорее всего, эта карта, которую вы видите перед собой, ложная, и нетрудно догадаться, почему. Хотя бы потому, что масштаб этой карты указан неверно. Первое деление, где лодки должны погружаться на глубину 400 метров, имеет величину 50 километров. На схеме нет точки и параметров, откуда именно лодки должны начать погружение. Во-вторых, лодкам нет необходимости для погружения плыть целых 50 километров. Они могут погрузиться практически на одном месте. Возможно, масштаб карты должен быть не в километрах. Есть и другие вопросы по карте. В январе 1947 года экспедиция Берда находилась в районе земли Королевы Мот в Антарктиде. Но это была не последняя экспедиция с его участием. Была еще одна экспедиция 1955-1956. В этот раз Ричард Берд, будучи уже 67-летним человеком, совершил свой последний перелет над Антарктидой. Хочется думать, что этот человек просто хотел еще раз испытать ностальгические чувства по шестому континенту. Но об этом именно ничего не известно. Какое там ностальгическое чувство? Ведь именно об этой экспедиции вообще ничего не известно. 1955-1956. Ничего не известно. Экспедиция «Глубокая заморозка-1» состоялась в ноябре 1955 года и продолжалась до апреля 1956. Интересное название у экспедиции «Глубокая заморозка-1». Через год, в 1957 году, Берда не стало, но в его дневнике осталась запись. 30 декабря 1956 года. Последние несколько лет, прошедшие с 1947 года, не были добрыми. Сейчас я делаю свою последнюю запись в этом уникальном дневнике. В заключении я должен заявить, что все эти годы я добросовестно хранил это дело в секрете, как и было предписано. Это полностью противоречило моим моральным ценностям. Теперь я, кажется, чувствую приближение долгой ночи, и эта тайна не умрет вместе со мной. Но, как и всякая правда, она восторжествует, и так оно и будет. Это может быть единственной надеждой для человечества. Я увидел правду, и это оживило мой дух, и сделало меня свободным. Я выполнил свой долг перед чудовищным военно-промышленным комплексом. Теперь долгая ночь начинает приближаться, но ей не будет конца. Как только долгая арктическая ночь закончится, снова взойдет ослепительное сияние истины. И те, кто во тьме, падут в ее свете. Ибо я видел эту землю за полюсом. Это центр великого неизвестного. О чем он написал? Какой центр великого неизвестного? За каким полюсом? Я видел эту землю за полюсом. О каком полюсе речь? Южный или северный? Но вот в этот раз речь, кажется, идет об Арктике. Ричард Бёрд не один бывал на полюсах. Были с ним и другие люди. Но они же не опровергали его слова и не говорили, что он сумасшедший. Значит, они тоже стали свидетелями контакта с летающими тарелками. Или они молчат вследствие подписки о неразглашении. Он же тоже давал подписку о неразглашении. И еще вот интересный факт. Вы помните, я в одном из роликов рассказала как раз о том, что немцы, когда приземлились в Антарктиде, вернее, приплыли, вышли на берега Антарктиды, они раскидывали вымпелы, флажки, которыми пытались застолбить за собой территорию земли королевы Монд. Вымпелы были большие, 120 на 150. Только из тысячи вымпелов не было найдено ни одного. А куда они делись? Чем занималась германская экспедиция 1938-39 годов под руководством Альфреда Ричера? Видите, сколько много вопросов. Мы мало что знаем об этих вопросах. Если не сказать, что мы ничего не знаем об этом. Но кое-что доходит, и вот так частями, маленькими-маленькими частями мы собираем наследие предков, которое было оставлено нам. А мы, ничего не зная, что мы передадим своим потомкам. Или все же есть что? Только а то людей, основной массой это сокрыто. Наверное, не время раскрывать. Я Таня Карацуба, Сеидбурхан, 11 февраля 2024 года.